Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша легальная девочка Псайкер Невермор, функционирована само собой, и мы возвращаемся в Вархаммер Рук Трейдер 40 тысяч для того, чтобы, вы не поверяете, выбирать следующий уровень развития. Да, мы дошли до 16 левела, докачались таки с божьей помощью, с императора помощью, и не смотрите на плохие и пониженные характеристики, да, нас немножко поломало в бою, отлечимся потом. Главное, что мы можем идти по ветке Акацера, а потом идти по ветке Феликого Стратега, и получить свой первый стратегический план, точнее первую возможность из этого огромного пола возможностей, слушайте, просто ради интереса, дальше будут довольно-таки интересные вещи под названием Молот Императора, Щит Императора, Раздуть Пламя, Расплавляющий Луч, пожалуйста, дайте два. Применяем? Применяем. Это у нас. Паскаль пойдет у нас по... механику Сацасин, довольно-таки интересная система, но почему-то мне кажется, что он тоже пойдет по Великому Стратегу, если что, по тому фактуту мы нашего перекачаем. Шенандес, удерживай территорию, и удерживай территорию особой способности, в плюс к стратегическому плану. Согласны мы согласны. А Беляр? С Абеляром тут даже вопросов нет. Как и изначально задумывалось, он идет по Архимилитанту и получает свою универсальность. А совершая атаку, которая по типу отличается от предыдущей, Архимилитант получает один уровень эффекта, универсальность, короче, ему нужно кроме ближнего боя, навесить еще и оружие дальнего боя. Атаки будут разные, хотя может быть это действует на разные просто типы атак. Вот с касси я даже не знаю. С касси я даже не знаю. Великий стратег у нас это мы. И думаю, что одного хватит, кроме Паскаля. Возьмем, наверное, вот такой вот тактикой. Мастер тактик. Шенандеса, тактическое преимущество. Получает один уровень тактического преимущества за каждые пять дней с моментума. И дополнительное преимущество. Хорошая штука, в процессе разберемся. Ардженточка. Ну, Архимилит. Хотя, погодите-ка, саша. Не, ну я понимаю, что это немножко позорно. Но может быть охотник за головами? Дикая охота, законная добыча. Может ответить любого противника в бою, наложив на него эффект добычи. Убивая добычу, охотник за головами получает сумирующийся бонус. Честно сказать, возможно. Хотя нет, слушайте. Арджен-то будет Архимилитантом, а придет нам Хейнекс вернется. Вот он у нас будет охотником за головами. Ардженушка все-таки ближе к Архимилитанту. Ну и Дира. Несанкционированная моя бусинка. Вот тебе мы сделаем Ацзасину. Это будет смешно. Нелегальный Псакер Ацзасин. Ацзасин видит, что у каждого противника есть слабое место и слабая сторона. Ммм, хорошо. А в будущем процессе? Довольно занимательные тоже возможности. Кстати, в духе самой Эдиры, заметил. Очень неправильно с точки зрения легальности. Ну все. Всем сестрам раздали по серьгам. Можно залутать теперь, что у нас тут. Ох ты, ёх ты. Сколько здесь всего-то нехорошего. Капюшончик Еретика. Сжечь, пожалуйста, посильнее. По броньке. Броня А30, это у нас у всех есть. Ну, во славу Императора, учащаю вас от скверны. Давайте проверим, мало ли тут что, где завалялось. Может какой-то секретный трофей есть. Но нет, секретного трофея нет, поэтому можем выдвигаться дальше. Нам даже придется вернуться на корабль, я не помню, будут у нас еще битвы здесь или нет. О, а вот трофея точно есть. Как хорошо, что я паскалю прокачал технику на максималите. А Мель-то заряд. Рыба моя, слушай. А что у нас хорошего есть тут? В плане Мель-то зарядов мы их можем набросить на взрывоопасный куда-то? А, не можем. Можем набросить гранату. А это мы возьмем. И у нас с собой есть серво-череп глашаты. Когда нам его удали, почему я его сразу не заметил? Так, здесь никто, здесь нигде, хотя казалось бы. Толпа культистов, у которой должно быть что-то интересное. Ладненько, ох ты, ох ты. Я думал, факел светится, это разлом в арпе светится. Как глаза у нашей Изера. Выходим. А проблем еще... Не то, чтобы их где-то еще не было. Были мы здесь везде. Это мир сурового повстного будущего. А ну, мы можем пойти пропустить стаканчик, допустим, в адепту самоосеку. Что называется, почему бы и нет. Оу, да тут очередь на вход. Раньше не было. Заметьте. И мне крайне импонируют такие огромные ворота. Перед вами отсек массивного пустотного корабля, приспособленный под помещение. И здесь доносятся звон кружек и многочисленный бокалов. Интересно. Я же говорил, корабль пристыкованный. Как я вообще на этом всем деле атмосферу поддерживаю? Это ж безбожно сложно. Ну, здравствуйте, ну вот и мы. Внимательно наблюдаем. Одни уже набрали зюзю. Другие им помогают подняться. Не поднимьте свой чё-чё-чё-чё-чё-чё. Медаль анжуйского крестового похода? Это как герцог анжуйский, или я чё-то не знаю. Внизу никто. Техника 85. Под полом можно разглядеть остатки системы жизнеобеспечения пустотного корабля. Похоже, их просто решили не ремонтировать при... Не демонтировать при разборе судна. Богатые личные люди. А, ну, наверное, серво-щереп дали, когда мы решили идти сюда с объявлением, что мы это мы. Что такое? Красенька. Трофей нашла. Молодец, моя бусинка. Через две стены обнаружила. Вот и скажите, шо Касия бесполезна. Плюс странные двери, странное место. Медицина 70. Дарелка на прибыли комки, штофопилок, тасичных от водопроизводства, которых... Лучше не знать, где их производят. То есть, чё, дарелки мойте. А то чё-то нурглицкое зарадится. И... Логика. В сетеве выдачи меню адепт самотеку согласятся схему внутреннего сканирования топливного отсека. Кто-то перенабил... Всё-таки с подсказкой лучше. А перенабил данные корабельного кагетатора, оставшиеся со стародавних времён. Хм. Звучит теоретически. Широкоподдиапазонные проигрыватели гимнов. В двери мы потом за... А хотя, чё, давайте сразу зайдём. Репорт с Эдишн. Всё-таки с Эдишн я знаю, но репорт это доносите. Это было оригинально. Ох, это что-то самая бедолага, которому андер язык отрезали. Да, он вроде бы был из Казбаллики. Отмучился теперь. Просто ради интереса, а что этот безязыкий человек хотел сказать с таким выстрелом? Крестный диван выглядит так, словно является равенником самого Футфола. И я даже не удивлюсь, что это так. Камушки и камушки, а вот это интересно. Можно экипировать. Мастерски сделаны, силовая булава. Урон здесь 17 базовый. Пробитие брони 35%. Силовый замах. Удар оттесняющий удар. Не то, чтобы это было нужно нам, но скажем тому же Паскалью. Паскаль, скажи, пожалуйста. 25 топоров. В каких карманах только вмещается? Топором не синим. Топором не синим цветовое. Ну и булава интересна. 611-9-1. Шуковая дубина не то. Где моя булава? Сортировочка от нового к старому. Вот она. 10-17 удар базовый. Есть силовой замах, это решительный удар. Есть выпады тесняющий удар. Есть. В принципе, допросит меня Амнисия. Усвещаем эту булаву, как наше новое оружие для Паскаля. Проверим в деле. Головорез, головорез. А что уж нам с вами сделать-то? Просто ради интереса. Риза. Смугла женщина лет сорока с интересом оглядывает вас. Правый ее глаз кажется почти черным. В левом зеленоватый свет пробивается через мутную линзу протеза. Руки татуированы от самого основания плеча до костяшек. Что-нибудь ищите? Хотите купить или может продать? Не стесняйтесь, спрашивайте. Старая Риза всякий народ знает. Мои ребятки вам что угодно подуши достанут. И да, уточню, что если бы мы не казнили предателей на тюремной планете, вот тех заключенных, бунтующих, то с ней была бы отдельная ветка договора. Разговора. Ну если бы пиратов не уничтожали в системе, тоже было бы. А что за ребятки, с которыми ты работаешь? Приплый громкий голос Риза становится тише. Слыхали, а недавно на клипер святой Конгнации напали. Весь груз забрали. Самое ценное вынесли. Ну так вот, мои ребятки-то. Мы зовемся Пустотным Братством. Эдакий союз предприимчивых единомышленников, помогающий добропорядочным гражданам Империума избавляться от тягачащего их имущества. Вы замечаете выражение близки его отращения на лице Абеляра. Кажется, у Синишали есть весьма сильное мнение касательно тех, кого Риза назвала Пустотным Братством. Пираты позорны одним словом. Риза делала на удивляться. По милости почтеннейшая, зачем так грубо? Ну, чей иронимус вот проповедует, что аскеза — это благо. И лишь отринав материальные ценности, можно возвыситься в вере. Полностью с ним согласна. Мы лишь помогаем слугам Императора ставить к нему чуточку ближе и берем себе небольшую комиссию в качестве вознаграждения. Ну, давай посмотрим, что там есть-то. Вольный торговец вызывает, что от продателей купить. Пустотный образец, а что ты мне можешь предложить? Зубчатый двуручный меч. Почему у них оружие лучше, чем у нас? Мы вольный торговец, мы планетами владеем. Землевержец. Ууу, какая классная булава. Для Паскаля было бы самое оно. Грация стихотворца, плюс коммерцы убеждения. Так это жильдарская ереста. А можно их всех убить сразу? Направлен его к распределителю. Можно их казню? Прямо на месте. Я с ним торговать не хочу. Это злые и отвратные люди. Дашим оружие, они вот прям это... Не-не-не-не, ни в коем случае. Ты мне не нравишься. По личным персональным причинам. Трофеи собрали. Ну да, небольшая закрытая веточка диалогов, но не настолько страшно, как могло бы быть. Так, обывательница, обывательница, обыватель, обыватель. А где же наша джайушка нервная? Она же должна прибухенькивать немножко. Сплошные обывателя. Несерьезно, а где моя джай? Верните джай на родину. К стенам тарелок пристали остатки бога еды. Устучившийся процентов. В графине с тащищем бритерный аромат сверкают капли оранжевой жидкости. Ну, явно не пересеновый сок. Вон она, наша бусинка-то, вон она. Тяжелый день. А ты даже не представляешь. Представляю. Ты вылокала уже вторую бутылку. Джек и Дарри. Ольга Бридов, привет. И что же этот нечистый сын Грокса Бахана хочет на меня на сей раз? Хотя погоди, точно мне же все равно. На сей вечер у меня лишь один план. Удобить свое несчастье в бутылке. Давай, ты пожалеешь. И передай Валька, чтобы он приходил в следующий раз сам. Хидари, я устал от твоего угромления в бара. Валяй сюда. Мы где-то виделись? Женщина, Дарри, с восхиленным взглядом. Две пустые бутылки уже составили ей компанию перед вашим приходом. В грязном и дымном баре она выглядит совершенно инородно. Вычурный наряд, многочисленные украшения, импланты с покрытием из драгоценных металлов. Все это в этом человеке кричит о богатстве и дерзости. Необходимо для столь скровенной демонстрации роскоши. Приветствую, Шерин. С кем имею честь? Вольный торгует с Неверморфон Валансус. А женщина, уже делавшая готовый стакан, давится и торопливо спрещает горло. О, Неверморфон Валансус, мое глубочайшее почтение, ваша светлость. Никогда представить себе не могла, что в Масекусе буду стоять в стойке рядом с настоящим храним вас бог императора Вольный торговцем. Джай Хейдарик, вашим услугам, профессиональный негациант, искусный торговой посредник. Их да украдут мои языка, ажи, если соврут, самый честный делец на футфоле. Впрочем, у каждого бывают свои проблемы, решения которых даже самых многочисленных достоинств может не хватить. Возможно, человеку с властью и статусом вроде ваших не заставит труда помочь в немаленькой проблеме. Я много слышала о широких взглядах представителей династии фон Валансус и самой Леди Теодоры. И с чем же тебе нужна помощь? А видите ли, Шерин, на футфоле действует это главное правило. Дозволено все, пока это не мешает вести дела. Я одна из тех, кто сумела в полной мере воспользоваться этим законом и за последние годы преуспела в делах. Раньше мне строили мелкие козни, а теперь стали гадить по-крупному. Какой-то подлец украл мой груз и утащил его в глубины теневых кварталов. Отвратное местечко даже для ценителей неповторимой атмосферы футфолла. Когда я обратилась к наместнику за защитой, у нас возникло непонимание. Кажется, Владайм прискорбным образом запамятовал. Обязанности покровительствовать убежденным, угнетенным и обиженным. Поэтому мне нужен новый покровитель. Вишерин, идеально подходите к этой роли. Всего-то и нужно прогуляться до одного забытого склада. И колотить головы причастной кражи, чтобы брать собственные скидары с черевата. А камерцы успех. Не зря мы ее качали. Джай выглядит дельцом, имеющим вес на футфолле. Отказ на местника Дакара помощь означает потерю потенциального союзника. Значит, Джай залезла на его территорию. Если исчезновение груза и не его рук дело, то, Владайму, оно откровенно выгодно. Так. Полагаю, Владайм хочет, чтобы груз тебе не достался. А я хочу поставить его на место. Хотя он... Собственно, нам-то он не гадил. Но и Джай мы хотим забрать. Потому что, потому что. Саппортицы бывают не на каждой планете новые. Скажем нейтрально. Если он не справляется со своими законными обязанностями, то к нему едет канал Империя 24. А после этого Инквизитор. Я стану твоим покровителем. Благослови вас Бог и весь ваш род. Значит, вот как мы поступим. Не стоит, чтобы нас видели вместе до того, как мы доберемся до схрона. Я отправлюсь на место первой. Своими путями я знаю дробки. А вот здесь, по данным маячков, эти аж маги держат только разный груз. Но мы знаем, где там. А еще мы знаем, что здесь должна быть вот октавианушка. Здравствуй, родная. Крепкая женщина с копной огненных волос настраивает неизвестного аппарата. Из которого доносится мелодичное подзвякивание. Нижнюю челюсть женщине заменяет грубого вида имплант. И я даже стесняюсь спросить, как она его заработала. При вашем приближении он начинает двигаться. Словно отдельно от остального лица. Добро пожаловать в Адеттос Амасекус, госпожа. Чем Актавиана может вас порадовать? Амасек, лхо, что-то более интересное. Но завидевся рулица, с Актавиана замирает. Не может быть, не вы ли та самая сестра Арджента, что наводила ужас на последнюю гниду футвола? А во столько слухов на станции ходят, и вот теперь вы собственной персоной на нашем скромном Амасекусе. Арджента останавливает восторженный монолог Актавианы легким жестом. Довольно. Я ищу воздаяние грешникам за и дела, а не славы. Но, несмотря на слова сестры, я от вас не укрывается огонек в ее взгляде. Ардженте приятно восхищенное внимание. Арджента, гордыня, первый шаг. Так, не Хорн, не Нургл. Дзинч, не, сланыш, Волк, сланыш, первый шаг, сланыш, гордыня. Ну, даже не знаю. О, расскажи, что болтают люди. Вам, наверное, будет интересно услышать баечку, которую мне рассказал один из подвыкновений, пустотник с грузовой баржи. Они вышли с варпа на полпути с фурибундусом из системы Авиорус и нашли дрейфующий разбитый шаттл. Он был приписан к неврратимости торжества. Это пропавший десятилетия назад торговый корабль. Летел на футфолл с трюмой полной ценного груза, но не долетел. Если от корабля хоть что-то осталось, это может быть ого-го какая находка. Найдем. А еще из любопытного, тут недавно был один забулдыга. Сокрушался, что по его вине корабля вместе с мусором сбросили партию товара. Он за скрыло на футфолле немедленно подался в бега. Оно ясно, всплыве, правда, его немедленно казнят. Не знаю, что это был за груз, на котором он летал. Обычно он ходит между футфоллом и владениями ветроскейлов. Пролетает через перекресток сотни снов и поезд Салангрена. Если будете в тех краях, можете поискать, что там выкинули за борт. Ну, на этом пока все. Хорошо. А на самом футфоле? Давно у вас не бывали, госпожа, да? Как обычно, не скучно. То расследкова на площади, то бунт простолюдинов, то чума какая-то. Жизнь не гонюк. Все бы ничего до одной беда. С каждым днём жратвы все меньше и меньше. Ясно, понятно. Что-нибудь про банду Анвера знаешь? Допустим, знаю. Только давайте не будем кричать об этом на весь бар. Вы-то уйдёте, а я-то останусь. Анверы не уважают никаких договорённостей, законов. Да и другие банды тоже. Косовую сторону посмотришь, это труп. Ладно, к делу. Анвер — это сброд среди сброда. Самые отбитые отморозки, их можно найти на футболе. С которыми дело иметь не хотят даже другие отбитые отморозки. У них нет иерархии, своей территории, ничего. Только безымянный лидер, большинство Анверов в глаза его не видели. Он ушлёт пламенные послания в виде листовок. Одни его последователи вербуют других. Наместник пытался их приструнить. Но вычстишь одну группу, появляются другие. Как я и сказала, никто не знает, кто их лидер, где его база. Но вот такую штуку заметила. Самые новые листовочки, которые прям свежей краской пахнут, всегда в одном и том же районе на большом трущобном астероиде. Я вам сейчас нарисую, где именно. Вот примерно тут, вот на этой схеме. Я уверен, что печатают они свои листовки где-то в этом месте. Хм, запомним. А насчёт Джай. А вам она зачем? Разнюхаетесь, ничего? Упростите, госпожа, язык мой, враг мой. Наверное, поэтому столько раз и ломали щелец. А, вон чё. А я думал, вывихнула, когда са... Ну, в смысле-то... Зевалась слишком сильно. А Джай, знаете, Джай молодец. Сама себя на футболе сделала. Выбралась из грязи к князю. Неписанные правила соблюдать соблюдает. Слабых не топчет. Да и пьёт, как рыба. Как тут не зауважаешь. Только это беда. Попала в немилость к Владайму. А учитывая, что они... Ну, да, впрочем, мы все трое. Имеем отношение к Асбалике. Реши пропала. Лучше бы Джай убралась в футболе, пока жива. Пускай уже у неё бизнес отберут, чем жизнь. Ну, и самый гениальный вопрос, что это за место. Ну, вы в старейшем заведении футбола, пятийном госпожа. А ты это сама Асекус. Меня Актавиана зовут, кстати. Продаю напитки. А обычно вам Асекус приходит или отдыхать, или вести дела. Позвольте поинтересоваться, что привело вас сюда. А... Плесни мне что-нибудь веселого. Актавиана пристает, смотрит на вас, потом снимает с полки бутыль и откупоривает её. Прозрачная жидкость, резко пахнущая. Тут же наполняет стакан между вами, барменши. Респиратор Паскали издаёт тихое шипение, и техно-жидкость вкратче его произносит. Алхимический состав данной субстанции мне знаком. Но никогда прежде не сталкивался с зато необычным способом её использования. Изысканный путь мученичества во славу Амнисии. Тормозная жидкость, что ли? Присмотримся. Шанс успеха 90, а шанс выпить 55. Давайте присмотримся всё-таки. В стакане нечто явно сделано из отработанного топливного параметия. Это практически ничем не фильтрованная сивуха, которая быстро валит с ног при регулярном потреблении превращает печень в пузыряющуюся кулку. Хм... Вы думаете, я не рискну? 75% — хорошие шансы. Успех. Жидкость обжигает язык, горло, желудок. Дыхание перехватывает, но через несколько секунд тепло разливается по телу. А голова становится чуть легче, чем обычно. Активяно с одобрением сок присугивает языку. Второй раз вижу ваше благородие, которое пьёт октановый купаж, не поморщившись. Впрочем, больше вам наливать его не буду. Кое-что получше есть на этот случай. Она достается с подстойки с пыльной запечатанной бутылью чистый стакан. Ты сказала, что вторая. А кто первый? О, ну первым был коллег из Винтерскейл. Да-да, сам глава династии Винтерскейл любил сюда захаживать. Впечатляющая личность. Правда, стоило ему и его офицерам перешагнуть порог, как местные по углам шмыгали. Его благородие было не прочь не только стакан хлопнуть, но и кровавую баню строить. Не, ну ему-то бояться, что он себе биоимплант поставит вместо печени, будет всё хорошо. В этот раз Амосек приятно согревает горло. Кстати, странное название Адептузамасекус. Не слишком почтительное, заметим. Ну почему же? Знаете ли вы, где я находитесь? На борту священного судна, стойкость мученика, приписанного флоту Адептузадминистрату. Бюрократы сто лет назад прислали сюда свою миссию, чтобы основать департамент, наладить дело производства, перебрать весь футфол по косточкам и строить тут буквально всё по букве закона. Ну как видите, в итоге сам футфол сюда перебрался. А и обитатели его административно сгинули. Хм. И как только при свете императора появилось-то подобное место. Император всегда с нами, госпожа. Вы вообще видели статую снаружи? Её сложно пропустить, из любой цели защели заметно. Бессмертно присматривает за нами. И раз не раздёт ещё жалкую станцию с этим баром, придача на кусочки, то его всё устраивает. А плеснечу покрепче. А простите, госпожа, это последняя бутыль того года. Что сказать, все мы страдаем от прерывания поставок на футфоле. Ну ладно. Жалко, что ачивку в стиме не дали за прибухнуло, не усвалялся с копыт. Но, по крайней мере, мы нашли Джейн. Так, здесь нигде, здесь ничё. Проверяем на новые квесты. Это вроде бы не должно быть, ну а мало ли чё. Так, здесь мы были, там мы были, да на выход. На выход, и если получится, то на мусорный астероид порешать проблему с типографией этой незаконной. Так, и мы что-то наход... А, вот чё мы находим-то. По-моему, анвер, которых мы искали, сами нашли нас. Ещё и огнемётом пользоваться не умеет. Ну что за личности? Сейчас Ардженте покажет, как правильно держать огнемёт. И куда его правильно ставить. Так, ну давайте, накажем. Уп, заодно соберём трофеи. Это немножко выше уровня. Мы здесь не были. Это будет весело и интересно. Тем более, что мы и должны достать из засады. Ну и то, чем-то это было вообще несложно. Такие типично простые враги. Но кто-то казал, а мне интересно. А чё пишут? Записка анвера в золы. Он ждёт тебя. Место ты знаешь, будь вовремя. Поворот просматривается от входа в адептус. Смотри, чтобы какие-нибудь зеваки не увидели, куда ты идёшь. Ага. То есть нам дали поскалочку. Навестить базу анверов. Мы знаем, где она находится. Моевые бусинки. И да, мы в Байонск применяли значения передовые. Вторая линия, третья линия. То, что нам даёт весом великий стратег. А в прошлой части этого не было, прям скажем. Так, ружьишко. И тут одного Ардженда подвела очень удачно, прям из Болтера. Так что неплохо идём, друзья мои, неплохо идём. Трофеюшки. А как туда добраться? Поворот просматривается из амверов. То есть где-то вот здесь вот. Три из-за мосекуса, да? Вот тут спутки есть. И да, прям сейчас, что мы нашли, тихо, одежно. Трофея ещё одни, ну надо же. А как мы туда? Серьёзно, как туда доберёмся? Там же крайне закрытая зона. Вот здесь вижу, вижу, вижу. Забрали. Перед вылетом не забыть ещё раз такая маленькая пьяночка, пометочка в памяти себе. Не забыть взять экстрактума. Потому что очень сильно будет нужна. Бумажечка плюс. Вот и она, дверечка неприметная. Тёмное убежище, ну надо же. Стоп, это то тёмное убежище? Да, это новое тёмное убежище. У них тут каждый убежище темнее предыдущего. И да, это то самое место, где они находятся. Помним по картинке. Вообще просто замечательный вопрос. Какой чёрт это делает здесь губернатор? У него расплодилось всяких тварей позорных. Нехороших, да? Что грязи. А он даже не шевелится, гад такой. И да, вон на него, на него, на него. Головорец сплошная. А нельзя ли вас как-то аккуратненько подтопить там, чтобы... Огнём сжечь, кислотой залить, нет? Трофеюшки. Собрали, забрали. На всякий случай подсохранились, но мало ли чё где. И... Неожиданно сбоку на них прям... Твоё нападение из-за осады сделано. Голова Рянверов. Мужчина с лохматыми космами и тёмных волос, одет и вооружен примерно так же, как и все прочие помещения. И всё же у него безошибочно чувствуется лидер. Он делает шаг вам навстречу. Усмехается, разводит руки в стороны в жести приветствия. О, гости. Как радостно вас видеть в моём скромном убежище. Вижу, вы пришли приобщиться к истине. Выбирайте словами или огнёвым металлом. Ты знаешь, ответили тик. Арджен тоже хватается за оружие. Абеллер. Пожалуйста, объяви этому бандитскому низшему халопскому отребью, что вы пришли казнить его. Абеллер загрозно сводит брови и отчеканивает своим самым офицерским голосом. По желанию главы династии фон Фалансиус, полноправного вольного торговца, владеющего правом власти на футфоле, вы отребье приваритесь к смерти. Да смилостиваться императора над вашими душами, ибо мы милости не явим. Молодец, Абеллер, два пальца вверх. И три звёздочки. О, старая брюшка, хозяева жизни, не понимающая, что их век ушёл. Вы думаете меня запугать? Ты хоть знаешь, пришелец, что значит название? Футфол зовёт нас анверами. Им не досуг приглядеться, услышать и узнать. Мужчина замолкает, затем чуть прикрывает глаза и декламирует грубым, но разборчивым высоком готике. Ауксилья нон венит. Помощь не придёт. Сзёв заклопнулся. Простор коронус теперь сам по себе. Настала новая эпоха. И цари в ней мы. Но кто рабы? Чувак, кто рабы? Вы живёте в дерьмоколлекторе. Чтоб ты понимал просто. И анвер подстрекатель, анвер телохранитель, или те вообще никакущие с одной молнии будут ложиться. Ну, давайте, если попробуем так. Нежно, не спеша. Скажем, 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 скажем. Скажем. Да мы все, в принципе, можем сказать. Единственное, что меня смущает, это миазма. Ну, я думаю, что тоже разберёмся. Так. Паскалитзы будут здесь. Мне нужно мою бусингу Касси поставить, так, чтобы она шмалянула. Кто у нас там первый ходит? О, Касси в первой тройке. Касси. Касси, вот здесь, пожалуйста. Арджента. Голова Рянвера входит один из первых. Не страшно. На него есть Арджента. Идира где-то вот здесь сбоку подмогает. Мол, неё моё. Кого мы не расставили, себя не расставили. Но мы на самой командирской должности сверху. Если чё, высоко встают, далеко гляжу. А, Кассенька, пожалуйста. Объяви моё прибытие через ва. В смысле, вне зоны видимости. В смысле, сеть не работает. Вот не надо так. Кассенька, объяви просто моё прибытие. Как ты умеешь. Варповство мощно. что-то как-то варповству не задало это сила лестниц сильнее чему что ли зараза ладно мы не горды нормально терпимо это был один даже не знает передовой объявлять вас вас не так уж и а у вас приличное количество хорошо тогда рисуем передовую вот здесь вот и на передовую все союзники получают 17 процентов брони все противник получать на раз процентов больше урона от любых источников надо было в первую очередь завести скажем они пойдут к нам а мы здесь встречаем на вторую линию область 5 на 2 советники получают к эффективности укрытия уклонению и снижению кто ну короче это вот здесь где мы стоим скажем скажем вот здесь где мы стоим ну и глубокий тыл нам по сути сейчас не нужен там да надо было отличиться и да я действую наброс яда отравление пошло на всех кстати мощные фишки по шкале по скале действует даунгрейдом на врагов что просто прекрасно красота не едира единой пожалуй что еще одна передовая будет вот здесь вот сюда набежит на сабеля хотя бы здесь не паскаль ну чертовы лестнице как ты не видишь и красненько твой выхода сюда да нет нет да пожалуй что у красиво достает дальний взгляд оценить это наш до сюда стало идира сделай нам красиво кстати что странно варп начал набегать только с ходов идира с ходу в кассе варпа а да я же кассе это взял за кадром фишку которая не набегает истончение завеса то есть кассе может варповать сколько хочешь самым мощным своего варпования железная дула им а вот это беллеру пожалуйста серьезно на что вы рассчитывать вот просто на что вы рассчитываете мы даже косы на в разы сильнее вас шестьдесят сорок три 35 там не видно там не видно гранат забыли поставили уху черти полосатая а очередью еще хуже ну давай как можешь чем моментом она героическое действие беляру накопим и будет очень хорошо да конечно же мы горит помечтаю это там от кита еще слабенький пошли ну чё белярдовые заходим валяем выходим приключение на 20 минут как и любая наша битва нет все-таки правильный прокачивали чудеса беляр ваш ход еще раз на троих не разберем случайно у даже на троих разберем прекрасно вот чем ведь животворящий делает и бонусы от передовой на 47 сразу вы говорили великого стратега не заводи не линии ты нет ты нет ты возможно надо еще себе взять ту фишку нашей бусинга кассия и будет очень идеально это сможем молнии варповать тоже не сначая завесу так тебя не видно тебя не слышно а вот тебя нормально зашло кассия рыбанька сделай минус 3 чуть-чуть задели своих чуть-чуть идию прям даже не знаю слушаю от седого молнии достанешь он достанет я помню эту битву когда мы его проходили в бете тогда это было намного сложнее сейчас все-таки прокач многое решают апелли арнер давай на передовую добежишь наваляешь будешь очень молодец не добежишь не наваляешь что уже не проблема это было больно неприятно ну ежели чем мы его зажали он же никуда не денется тем более что мы можем дать можем дать эвелару ход не можем а если вот так вау 153 жизни слушать а это законно кассия слушай мы это делаем редко но у кадилом по башке ему не прошло не такой уж ты мощно казалось по факту там только что навалит паскаля так сильно вроде не должен буша билер почему их вечно путаю еще ответ на удар у него есть лошадь а она плодили ирите кухон понарожали в смысле мы его не видим то объясни мне простую ситуацию ну практически же было ну ну близенько же а заполировать не можем зато можем дать героическое действие вот начинается жара и заканчивается жара паскаль кто-нибудь быстро выключаем вентиляцию дерьмо провод заработал и это прекрасно да давайте посмотрим чего на нашли тут голова реангеров повязка пирата дает плюс 20 к напору минус 5 к наблюдательности сыпной меч анвера у обеляра лучше винтовка самая простейшая так а в чем же интерес скажите пожалуйста в чем же интерес как в чем же их тайна то анверов этих мизанский ручной огнемет спасибо довольно неплохо сапожки пригодится разбойники а никакой кагитатора не хочешь мне рассказать тайную тайну что тут происходило вообще откуда они взялись и какие были их цели потому что он намекал нам что мол ты не понимаешь кто мы я хочу понять я очень хочу понять но несколько это неизбывно неизбежная чешуна даже ты я точно помню что здесь был было пояснение маленькое что они по факту мутанта совсем совсем нелегальная собрались кружок по интересам и что такое почему этого нет сейчас даже сложно представить осмотреть мы всех осмотрели понять поняли что не так может нам знать ничего не хватает ну ладно порешали проблему порешали другие районы футфола нас тоже ждут и джай хедари тоже ждет но пожалуй ждет уже в следующем эпизоде а пока что мы сделаем маленькую паузу я напомню про наши телеграм дискорда в контакт ссылочка на которую все так же можно найти под видео в описании теперь же всем удачи до встречи и во славу императорам увидимся немножко попозже